Друзья, всем привет! Я в гостях у Инны Карташова. И мы решили осветить очень коротко тему по итогам комментариев. Было много комментариев к роликам, которые мы здесь уже сделали и разместили. Что... Нафига это надо? Зачем вы готовите убийц? Зачем вы такие вещи показываете широкой публике? Ну, я считаю, что надо показывать. Вот сейчас сначала я стараюсь в имени, а потом я. Почему это надо делать? Ну, изначально это делалось вообще для армейской среды. Эта методика разрабатывалась, не знаю, когда, давно. Я ее уже в готовом виде застал. В разных коллективах и структурах она частями, скажем так, существовала. Ну, где-то полная была. Не рассчитывала на какие-то премудрости, не рассчитывала на линейное фехтование. Расчитывала на уничтожение живой силы противника. В основном. Ну, там есть побочные еще всякие дисциплины. Но в основном уничтожили. И это не было отдельный, скажем так, ну, ножевой бой не рассматривался в армии вообще. Ну, не только в армии. Не было такой дисциплины в конце 80-х. Это был часть СРБ, РБ-3. Какие-то элементы. Что-то включалось в опорные конспекты в рекомендуемые связки. Там вот и включалось. То есть, с 28 тем, несколько тем были с оружием. С холодным, не только с ножом. Лопаты, ремни, удавки. Пилы. Ножовки. Тоже вход в швы. Ну, в общем, инструктор вкладывал в руку тебе все, что в зале было, там, и пособки. Надо было попытаться противодействие какое-то организовать. И этому тоже надо было какое-то противодействие. То есть, все могли дать в руки бушлат, а оппонент будет, там, с заточки или без пива. И какие-то действия надо предпринять. Ну, начинаешь по команде, заканчиваешь по команде. Инструктор им это наблюдает. Ну, в армейской среде это нормально воспринималось. Если были издержки травматические, то они предпринялись постепенно с андотом. Для гражданских такой методики я не видел. И она, наверное, не нужна в чистом виде, как вы там преподавали. В полном объеме. В полном объеме, естественно. Но какие-то элементы, организующие координацию, дающие навык двигательный, не только с холодным оружием, вообще, топашные, имеет место быть. Почему нет? Я всегда приветствую начальную ударную подготовку, если есть какая-то человек. Ну, сам довольно долго занимался именно ударкой, топашкой. Оружие хорошо дополняет и кого-то дисциплинирует дополнительно. Ничего плохого там не вижу. А применять, не применять, это как бы как совесть подскажешь. Среди моих знакомых не попадали за применение. Сам не попадал. За применение холодного. За применение холодного. Не попадал ключевое слово. Обстоятельства бывали разные, конечно, тревожные. И не очень. Но никого не называю специально. То есть, не хотите, не занимайтесь. Есть куча эфильских силей, занимайтесь ими. Ничего прочих не имею. Разные дистанции боя имеют разные методики. Ради бога. Чем больше он научится хороших людей хорошим манерам, тем лучше. Вот, собственно, и все. Ну, а я подхватываю этот тезис. И я считаю, что есть условно плохие парни, есть условно хорошие парни. Так вот, те парни, которые плохие, они тренируются постоянно, они методики все реальные, убойные, в буквальном смысле слова. Они эти методики используют и хорошо развивают. Так вот, самое главное, что у них есть в их, если это назвать, работой можно назвать, эффект неожиданности. Они нападают внезапно, у них есть преимущество за счет того, что они неожиданно вступают в какой-то контакт боевой, да? Поэтому, те парни, которые хорошие, они должны ознакомиться с этими методиками, чтобы знать, что в какой-то ситуации такое может произойти. И чтобы в первые 2-3 секунды не закрепоститься, не испугаться, не упасть. И все равно, если вас хотят убить, все равно убьют. В любом случае, да? Не в любом. Ну, если ты не готов, скорее всего, шлюпнуть. Правильно? Значит, ты не готов, конечно. Если ты готовишься, то у тебя появляется какой-то шанс. Так вот, то, что сейчас я, Карташов, делюсь со своими техниками и методиками со мной, а через меня, с теми людьми, которые смотрят, это способствует тому, что хорошие парни, а у меня только хорошие парни на канале, я уверен, у них будет возможность противостоять плохим парням. Вот как-то так. Вот я считаю, вот это не может. Ради чего это делается? Ну, с плохих парней тоже можно делить пользу. Кого-то хорошим делать. Бывает, что исправляет система. Ну, бывает, да. Бывает, да. Мне помогло, по крайней мере. Поэтому для широкой массы я считаю, что эти вещи полезны. Опять же, те, кому это интересно, те, кому эти вещи совершенно неинтересны, но, как бы, они не смотрят и, в общем-то, комментируют не только. А те, кто в теме, я считаю, что, во-первых, могут найти здравое зерно, правильные методики и, так скажем, прикосновение к той армейской дисциплине, которая, в общем-то, проверена воинами, кровью и прочим-прочим-прочим. Но она, к сожалению, не только армейская стала, а может, к счастью, но ее не только в армейной променяли. Но я несколько структур знаю, где ее. И что-то похожее используют. Ну, и сам там работал. И тренировал, и продолжает тренировать. Поэтому подлежащий камень вода не течет, но он что-то делает, и будет результат. Поэтому пришел к Олег Раташову в зал вот такой парень, ленинганский гопник, да, позанимался. Ушел в мастерскую гопник. Ушел вот таким образом. Я думаю, что мы ответили на этот вопрос. Спасибо, удачи развития и нормальных учеников, адекватных и хороших парней. Спасибо. Спасибо.